На второй день войны Путин призвал украинских военных устроить госпереворот и свергнуть наркоманов у власти. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов. Давно проверенный прием Кремля присваивать врагу свои пороки. Поэтому шайка российских пропагандистов круглые сутки занимается клеветой. Их главная цель – президент Украины. Он не системный политик и системный наркоман. Он системно дует Кокс. Но столько врать с неизмененным сознанием просто невозможно. Кокс дает ощущение полета, нереальности, полного решения вопросов всегда. Знал, что наркотики плохо, но я не знал, что настолько. Давайте откроем матрешку и узнаем, кого из путинских пропагандистов подозревают в употреблении наркотиков. И как эти рупоры Кремля одурманивают телезрителей. Я надевала резиновые сапоги, брала ружье пластмассовое, ковбойскую шляпу, дедушкины награды и в этом виде патрулировала улицы дачного поселка. Она делает множество странных процедур и регулярно бьет себя палками. Почему это нужно сделать? В костях есть костный мозг. Без вибрации там не происходит правильных жизненных процессов. Требуют предать Ленина земле. Его надо захоронить срочно. Потому что пока он не будет захоронен, не будет вот этого рывка такого, знаешь, когда она прям стартует, эта страна. И всерьез считает, что все беды, которые постигли россиян, связаны со сменой календаря. Потому что огромное количество людей лишились своих истинных дат рождения. Им все перенесли на две недели. И это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор, как отголоски, мешают. Екатерина Андреева ведет себя настолько странно, что зрители начали подозревать ее в употреблении наркотиков. Что она несет? Что она принимает? У Андреевой завихрение в голове. Батюшки, и у этой фляга потекла. Катя, ты курить бросила? Бросай. Конечно же, пропагандистка опровергла обвинения хейтеров и продолжила вести себя, как обкуренная. Всех так вспучило, аж захлебываться от злобы. Но кроме банальных ***, ***, тяжелые наркотики, ничего им в голову не пришло. Тупые оскорбления и все. Я как вода. То есть это сквозь меня просто проходит, как сквозь воду. Не испытываю никаких эмоций совсем. То есть это абсолютно пустое занятие для них. Зеленский такой. Наркоманище, тупорылище, кретинка. Субтитры создавал DimaTorzok Мы потом заново отстроим. И я делаю вывод. Неожиданный поворот. Не правда ли? Им на самом деле надо же все время выдумывать. Ведь они не могут вот в этих своих шоу ненависти, они не могут использовать информационные поводы реальные. Ежедневно стоять по несколько часов на ногах, в полувоенном фраке, уверенно врать, истошно вопить и призывать к ядерной войне. Вряд ли человек в адекватном состоянии способен на такое. Мама, мы все тяжело больны. Да. Несколько журналистских расследований взорвались как мини-бомбы и показали, что российская элита, в первую очередь пропагандистская элита, так плотно сидит на кокаине. Ну, например, Владимир Соловьев, известный пропагандист. И эти примеры можно продолжать. Да и те, кто смотрит эфиры Соловьева и верят ему, тоже своего рода наркоманы. Больные по собственному желанию. Соловьева сейчас постоянно может слушать только человек, который сидит вот на этой телепле, то есть фактически наркоман. То есть это люди, которые уже потеряли, как любой наркомат, деградировали уже интеллектуально и абсолютно зависимо от наркотика, пропаганды. В конкурсе на самого отбитого пропагандиста у Рудольфовича есть достойный конкурент Антон Красовский. Я хочу, чтобы каждый день Украина жила с ощущением страха и с ощущением неизбежности. Мы отнимем у вас вашу конституцию. И сожжем ее на красной площади, на лобном месте? Нет, посожжем ее на крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Он, как и Соловьев, считает, что никакой Украины быть не может. И что вся территория этого суверенного независимого государства должна почему-то принадлежать России. Уродливый город Киев будет уничтожен полностью, а мы построим новый красивый с новыми красивыми людьми. А ведь до работы на канале Russia Today Красовский пел песни на украинском языке и критиковал Путина. Мы сами так и не понимаем логику мистера Путина, логику его назначений, логику его поступков, логику вот этой войны в Украине. А в 14-м году пропагандист приезжал в Украину, выступал против аннексии Крыма и фотографировался в вышиванке с портретом Степана Бандеры. Однако теперь этот приспособленец поддерживает кровавую войну, которую развязала его родина, и агитирует россиян идти на убой. Идите и предложите себя. Мы сейчас все нужны стране. Все. Каждый из нас. От нас всех сейчас зависит наша победа. И с нами Бог. Верьте в него. Мобилизация. Вроде бы страшное слово. Да, не особо страшное. Я вот лично три раза просился на фронт. И сейчас прошусь. Наверное, Красовский наслушался историей о том, как российские солдаты на войне наркотиками балуются. И захотел пуститься во все тяжкие вместе с ними. Пока пропагандист только показательно просится на передовую. Но сам почему-то не идет. Зато с каким энтузиазмом он рассказывает о том, как нужно уничтожать украинских детей. Вот прям топить этих детей. Топить. Прям в пысыне. Это вот прям сказал, что, так сказать, о москале оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. Похоже, что наркотики основательно разрушили мозг пропагандиста. Если Красовского осудят, будет великолепно. Но его еще можно много за что осудить. Там, за, не знаю, ну, например, почему бы, там, не знаю, за хранение наркотиков. Наркотики и трусость привели его на дно жизни в Russia Today. Но оказалось, что быть самой вонючей жабой в болоте недостаточно для спасения. Красовского осудили в Госдуме. А Маргарита Симоньяна и вовсе приостановила с ним сотрудничество. Сам же пропагандист, поняв, что может остаться за бортом, попытался исправить ситуацию и оправдаться. Меня раз от разу заносит куда-то, куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. Но, видимо, плохо подготовился. Или не угадал с дозой. Я же не сказал, что надо убивать. Хотя я сказал, что надо топить и жечь. Да, был такое. У меня есть отношение с тех пор к украинским детям? Нет. Однако нашлись и те, кто заступился за Красовского. Что человек много лет говорит очевидные вещи, говорит правдиво, говорит в своей манере, говорит исходя из своего образования, уровня, он фантастически талантливый человек. Кто, как не Захарова, может понять и по достоинству оценить товарища, с которым у них так много общего? Знала, что наркотики плохо, но я не знала, что настолько. Выступления пресс-алкашей РФ все чаще наталкивают на мысль, что дипломатка употребляет что-то гораздо серьезнее, чем алкоголь. Это не турбулентность, это такое настоящее начало глобальных тектонических сдвигов. Мы страна и народ, которые зовем наших сыновей и дочерей, мальчики и девочки и неприемлем среднего рода для человека. Да и внешний вид Захаровой вызывает много вопросов и подозрений. Сотрудница МИДа не должна быть красивой. Не должна, подтверждаю. Мало того, она должна быть немножко немытая, с легкой степенью перегара и в меру наркотически опьянена. Так победим. На наркоманку героиновую больше похоже. Наша Маша – оружие российской дипломатии. Это вообще не смешно. Потому что наркотики являются неотъемлемой частью российской дипломатии. Учитывая то, что Российская Федерация занимает одно из ведущих мест в мире в плане транзита наркотических средств. И это многие отмечают. И причем Российская Федерация – одна из немногих стран, наверное, единственная страна в мире, которая осуществляет бартерный мен наркотических средств. В 2018-м Захарова лично пыталась отбелить репутацию РФ. После того, как в Аргентине была раскрыта схема поставки наркотиков через российскую дипмиссию в этой южноамериканской стране. 400 килограмм кокаин – это колоссальные деньги. 50 миллионов долларов, если я правильно понимаю. Это действительно такая транснациональная, межконтинентальная история. Похоже, что рупоры Кремля опустились во все тяжкие. Они регулярно демонстрируют в эфире агрессию и изменение сознания. А это типичные признаки употребления наркотиков. Неудивительно, что 140 миллионов телезрителей России, которые подсели на иглу пропаганды, тоже потеряли связь с реальностью. Редактор субтитров А.Семкин